Всем привет! Перевал Дятлова. Правда и ложь. Под заголовок палатка. Сегодня я хочу как бы под увеличительным стеклом посмотреть на палатку. А увеличительным стеклом нам послужат во-первых фотографии из поисковых работ, а во-вторых и в основном это протоколы допросов поисковиков, где отражены их свидетельства не о нахождении палатки, но этого мы коснемся только частично, а именно о том, что находилось внутри палатки и что происходило с этими вещами после того, как их нашли поисковики. Почему я намеренно сужаю рассматриваемую тему? Потому что именно о нахождении палатки существует множество противоречивых сведений. То ее замечают с воздуха летчики и возле палатки замечают несколько тел, в частности парня, который тащил на себе девушку, что не находит отражения в уголовном деле. То ее находят одни, то другие. Я хочу рассмотреть только ту палатку, которая изображена на фотографии с поисковых работ. Ну вот эта палатка. Почему именно эта палатка? Потому что с ней-то и связаны протоколы допросов. А в свою очередь палатка, которую замечали летчики, возможно это была другая палатка, находящаяся в другом месте. Палатка второй группы. Поэтому, чтобы не отвлекаться на посторонние вопросы, я хочу сосредоточиться именно на этой палатке, которая связана с протоколами допросов. Но мне писали в почту и в комментариях, что и палатка-то это не та, что у дятловцев, она же меньше. Рассмотрим этот вопрос отдельно. Сначала посмотрим на известные фотографии палатки из похода дятловцев 1959 года. Замечу, что палатка отражена на известных нам, на обнародованных снимках. Она запечатлена отрывочно. Ну вот мы можем видеть эту палатку. Она сшита из двух частей. Вот одна часть, вот вторая часть. Также среди разрозненных снимков есть вот такие снимки. Но это очевидно другая палатка. Эти снимки их обычно связывают тоже с походом дятловцев и нередко крутят их в документальных фильмах и в передачах. Но мы видим, что это цельная палатка. И она меньше здоровенной дятловской палатки. Если эти два снимка действительно относятся к походу дятловцев, то это снимки палатки второй группы. И вот я не могу определить никого из людей изображенных на этом снимке. Этот снимок как будто сделан в тот момент, когда никого из людей определить нельзя. Но вернемся снова к снимку с этой палаткой. Ну назовем это снимок привала. Некий привал. Этот снимок с одной из неизвестных пленок. То есть это один из разрозненных снимков. Но к нему есть парный снимок на второй пленке Кривонищенко. Давайте внимательно сейчас посмотрим на этот снимок из числа разрозненных. Меня здесь интересует, что левая часть палатки, вот у нас заплаты сверху, левая часть палатки она граничит с березой. И около вот этой линии находится рюкзак, запорошенный снегом. А вот у нас снимок номер 29 со второй пленки Кривонищенко. Мы видим тоже, он чуть-чуть, он снят несколько в другом ракурсе. Предыдущий снимок сделан как бы правее относительно этого и по другим углом. Немного по другим углом. Мы видим, что вот этот же рюкзак запорошенный снегом, вот тут эта половина палатки и тут эта же береза. Вот давайте я попереключаю, просто чтобы вы сравнили, теперь зная ориентиры. Причем вот Калеватов тут стоит на этом снимке и Калеватов тут же стоит на этом снимке, возле кучи пожитков. Возможно, имея доступ к большему количеству снимков, мы бы обнаружили в этом месте такое же обилие фотографий, как то, что я вот показал в серии фотобезумие. То есть, в одном и том же месте примерно с одинаковых ракурсов делаются сходные фотографии в одно и то же время. Но это только предположение. Я не знаю, какие снимки сокрыты в закромах. Во всяком случае, у человека, который интересуется этой темой, должно было сложиться верное впечатление, что у дятловцев была большая палатка, сшитая из двух в списке общественного снаряжения похода дятловцев. Эта палатка проходит, как двенадцатиместная палатка. Ну и в самом деле, глядя на эту фотографию обнаружения палатки, вернее, это уже не обнаружение палатки, а 28 числа, когда прокурор Тимпалов прибыл на место и сфотографировал палатку. Мы видим, что палатка вроде бы значительно меньше, чем та, что мы видели на предыдущих снимках. Это дает повод некоторым исследователям сомневаться и восклицать, что это не та палатка. Но давайте почитаем кое-что в уголовном деле. В уголовном деле есть протокол допроса свидетеля Лебедева Владимира Александровича. Начинается он на листе 313. Лебедев, это был студент третьего курса физико-технического факультета УПИ. Лебедев участвовал в поисках. На листе 314 уголовного дела на его обороте сказано следующее. Я зачитаю, чтобы просто полностью изложить все события и не выхватывая из них нужное только мне, чтобы проиллюстрировать то, что я хочу сказать. Так, на следующий день, 26 февраля, часть группы, уйдя раньше с места ночлега с целью найти место для лагеря, поближе к месту происшествия, перевалив перевал Ауспия Лозьва, обнаружила у кедра два полуголых трупа, одним из которых оказался Кривонищенко. Напомню, что другое тело почему-то определили поначалу как Золотарева, но потом исправились и сочли, что это Дорошенко. В некоторых протоколах допроса, вообще странно, там говорится найден, там говорится только у Кривонищенко, а вот второе тело умалчивается. Причем, мы видим на фотографиях, что эти два тела найдены лежащими параллельно друг к другу, только Кривонищенко лежит лицом вверх, а Дорошенко лицом вниз, но они лежат параллельно друг к другу, рядышком лежат. А вот поисковик Коптелов, он утверждает другое. Коптелов рисует схему и он неоднократно утверждает, что тела лежали вот так вот, то есть перпендикулярно друг к другу. Это совершенно не вяжется с фотографиями нахождение тел под кедром и с этим же нахождением тел под кедром не увязывается показание Шаравина, которые он дает уже в наше время, что тела были накрыты одеялом. На фотографиях обнаружения двух тел под кедром мы не видим одеял. В этой путанице, вероятно, как-то нужно разобраться, но я не в силах разобрать эту путаницу. Но вернусь к чтению протокола допроса Лебедева. Обнаружила у кедра два полуголых трупа, одним из которых оказался Кривонищенко. Потрясенные увиденным, ребята вернулись на перевал, куда в это время прилетели проводник с собакой и, кажется, группа Карелина. Проводник с собакой, карелинцы и я с Шаравиным поднялись до палатки. Палатка была поставлена добротно и умело. На склоне горы, занесенной снегом, очевидно, лыжами была выровнена площадка. На нее были посланы лыжи, полозьями вниз. На лыжи с помощью лыжных палок была поставлена палатка. Дно последнее было заслано рюкзаками, из которых были выложены продукты. На рюкзаки были положены штормовые костюмы, телогрейки. В этот день мы решили не разбирать вещи из палатки, но эта фраза зачеркнута. Это 26 число. Середина палатки провалилась, сама палатка была порвана. Может быть, ее порвали наши ребята, Шаравин и Слобцов. Но на скате, который был обращен вниз, был четкий ровный порез, сделанный, по-моему, ножом. Теперь внимание. Вообще, внимательно запоминайте то, что говорит Лебедев, потому что мы будем сравнивать его показания с показаниями других свидетелей. Ну, а сейчас важный момент. В этот день, а я напомню, опять идет речь о 26 числе, разобрав часть палатки, мы, собрав все вещи в одеяло, положили их в палатку, чтобы на следующий день произвести разбор палатки в присутствии прокурора, который прилетел на место происшествия 2 февраля. То есть, эта палатка уже палатка в разобранном виде. Из нее уже извлечена часть вещей. Причем, обратите внимание, вот уже оттащили саму палатку в сторону, а вот набросали в кучу вещи. Просто выбросили из палатки вещи. Вот, казалось бы, можно было сделать проще. В присутствии представителей правоохранительных органов из палатки последовательно достается каждый рюкзак. Из каждого рюкзака достается вещь. Описывается, что в этом рюкзаке лежали вещи такие-то, такие-то, такие-то. Потом вещи складываются обратно в рюкзак. Устанавливается принадлежность рюкзака к владельцу. Вот. Нет, они просто выбросили в определенный момент все вещи из палатки, перерыли их. А потом Юдин в Ивделе опознавал вещи, чьи это носки и прочее. Как так можно? Но я продолжу читать показания Лебедева дальше, потому что они совершенно для меня непонятны. Вот он пишет. Повторюсь. В этот день, разобрав часть палатки, мы, собрав все вещи в одеяло, положили их в палатку, чтобы на следующий день произвести разбор палатки в присутствии прокурора, который прилетел на место происшествия 2 февраля. Какого февраля? Марта, наверное. Но следующий день после 26 должно быть 27 февраля, а не 2 марта. Но по Лебедеву получается, что следующий день после 26 наступает почему-то 2 марта. И далее он пишет. На следующий день утром в присутствии товарища Иванова, запомним, товарища Иванова, Льва Иванова, все вещи из палатки были извлечены. Лебедев. Далее идет описание палатки, что там внутри лежало. Мы к этому вернемся. Это все очень запутанно. Я сейчас хочу показать, что говорит об этом же эпизоде другой прокурор, Темпалов. Протокол допроса Темпалова начинается на листе 309 уголовного дела. Меня интересует из-за его протокола допроса палатка. Как мы помним, только что я зачитывал протокол допроса Лебедева, где Лебедев говорил 26 числа, что на следующий день в присутствии прокурора Иванова был произведен осмотр палатки и оттуда доставали вещи. Давайте посмотрим, что теперь сообщает Темпалов. Прокурор Темпалов, не Иванов. На листе 310 сообщает. 28.02.59. Мною в присутствии понятых была осмотрена палатка туристов, которая находилась от гребня от рога высоты 1079 в 150 метрах. Осмотр палатки показал мне, что в ней имеются все личные вещи студентов. И далее идет описание внутренности палатки, тоже описание, что у Лебедева. Но у Лебедева при осмотре палатки присутствует Иванов, а у Темпалова присутствует сам Темпалов. Так кто же там присутствовал? Может быть и Иванов, и Темпалов? Давайте обратимся к самому Иванову. А что об этом говорит сам Иванов? А его-то показаний в уголовном деле нет, но они есть в его хрестоматийной статье «Тайна огненных шаров», которая была опубликована еще в советское время в газете «Ленинский путь», город Кустанай, в двух частях, 22 и 24 ноября 1990 года. Вот что сообщает Иванов в этой статье. Как прокурор-криминалист, я обязан был включиться в расследование или возглавлять следствие по самым сложным делам. Видимо, это обстоятельство, а также прошлая фронтовая служба в воздушно-десантных войсках сыграла основное значение. Так я оказался в непроходимой Уральской тайге в брезентовой палатке в самое лютое зимнее время с февраля по май. И далее я выпускаю тут немножко, и он пишет. Когда мы высадились в тайге, а затем на лыжах поднялись на гору Атартен, Атартен, он не говорит о высоте 1079, то буквально на самой вершине обнаружили и откопали засыпанную снегом палатку туристов. И далее идет осмотр палатки, показал, ля-ля-ля. Так куда поднимался Иванов? На Атартен или на гору 1079? Так как же все-таки разобраться, кто осматривал палатку и фотографировал ее? Тимпалов или Иванов? Впервые в уголовном деле Иванов появляется в протоколах 2 марта. Вот он в протоколе осмотрела база. 2 марта 59-го года, это лист 8-й. Лагерь поисковой партии в верхнем течении реки Ауспия. Прокурор-криминалист прокуратуры Свердловской области Иванов в присутствии начальника поисковой партии товарища Масленникова, а также Слабцова Бориса Ефимовича, составил протокол ля-ля-ля. Далее 5-го, 6-го, 7-го марта протокол осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия, тоже Иванов. Причем Иванов предъявляет в Ивдале Юдину вещи, привезенные с места трагедии, для опознания. И Юдин перебирает из кучи все эти вещи и определяет, кому какие носки принадлежали. Но в том, что сам Иванов был на месте событий и фотографировал там что-то, в этом нет сомнений. Вот стоит Иванов с фотоаппаратом. Иванов там был, Лев Никитич, вот он и тут стоит, и тут стоит. Но когда именно и присутствовал ли Иванов при осмотре палатки, непонятно. А что говорят об этом сами поисковики сейчас? А они путают Иванова и Тимпалова. Буду немного голословным, но один и тот же поисковик, в одном и том же интервью, вот у него сначала он говорит, мы с Тимпаловым, а через несколько строчек уже вместо Тимпалова Иванов. Ну, может быть, Иванов прибыл вместе с Тимпаловым, но вот на таких групповых снимках мы не видим одновременно Иванова и Тимпалова. Я отмечу, что на поисковых фотографиях нигде нет Каратаева. Каратаев лишь один раз засветился на снимках касательно тех событий, на известных нам снимках. Вот он стоит в углу, в качестве, вероятно, санитара, в помещении, куда привезли тела Дятлова и Зины. И Каратаев попал в кадр. Что до Тимпалова, то он есть на поисковых фотографиях, хотя и не в большом количестве, но отражен. Вот Тимпалов стоит. Вот тоже он. Но когда это было, непонятно. Причем вот тут есть снимки, которые, мне кажется, свидетельствуют о том, что во время Тимпалова в тех краях велась съемка на кинокамеру. Вот. У человека явно поза, будто бы он держит кинокамеру. И что-то тут все-таки просматривается, вот как будто бы кинокамера небольшая тех лет. Прямоугольные сечения при виде сзади. Я об этом уже и писал, и говорил, но, как обычно, исследователи меня поднимали на смех и начинали обрисовывать, что это что угодно, но только не кинокамера. У людей как-то почему-то люди воспринимают штыки, что вот могли взять с собой кинокамеру и фиксировать это на кинопленку. Фотоаппараты вроде бы норма, фотографирование исследователи принимают, а вот съемку на кинокамеру, нет, это что-то фантастическое. Такого быть не может. Вот, кстати, продолжение этого снимка. Вот стоит Тимпалов. Давайте увеличим чуть больше. Человек с кинокамерой, как я считаю. Вот он тоже стоит и что-то там делает. Но тут уже не видно, действительно, тут не видно, что у него в руках, но на снимке, где вид сзади, там явно кинокамера. Так, вот еще здесь же снято. Поэтому мне кажется, что велась киносъемка там. Но мы о ней не знаем, не осведомлены. Вернемся к палатке. И не так уж важно сейчас, для того, что я хочу разобрать, кто там был. Иванов ли, Тимпалов ли. Ну, нахождение Иванова возле какой-то палатки важно для темы второй палатки, палатки второй группы. А сейчас мы вернемся вот все-таки к той палатке, чтобы была на склоне высоты 1079. Вот я фоном установлю. Тут стояла палатка. Вот они ограничили лыжами поисковики место, где стояла палатка. Вот можете иметь представление о протяженности этой палатки. Это та самая дятловская 12-местная палатка. Вот вещи выброшены в беспорядке с палатки. А вот сама палатка уже свернутая, лежит просто на снегу. Вернемся вот к тому, что происходило с этой палаткой. Артюков в протоколе допроса со страниц, с листов уголовного дела 307-308, он рассказывает ход событий. В 18.00, 26 февраля, находясь на радиостанции Северной экспедиции, мы получили от группы Слобцова, действующей в верховьях реки Лозьба, в районе горы 1079, радиограмму, в которой сообщалось о том, что на восточном склоне горы с отметкой 1079 обнаружена палатка группы Дятлова, осмотр которой не произведен вследствие начавшейся сильной метели. Отдал распоряжение не касаться обнаруженной палатки. Но это распоряжение не касаться палатки было дано уже после того, как, процитирую снова, Лебедева середина палатки прорвалась, сама палатка была порвана, может быть, ее порвали наши ребята, Шаравин и Слобцов. Еще 26 число по Лебедеву, Артюков им говорит, не касаться палатки, а студенты что делают? В этот день, 26 числа, разобрав часть палатки, мы, собрав все вещи в одеяло, положили их в палатку, чтобы на следующий день произвести разбор палатки в присутствии прокурора. При этом Михаил Шаравин принес фляжку со спиртным и они его распили. Может быть, там вообще непонятно, что было в этой фляжке, но что-то спиртное. Они это распили. Нет, чтобы оставить, приобщить к делу, потом проанализировать. Да, надо бы еще заметить, почему в уголовном деле нет протокола допроса Шаравина. Он же вроде бы палатку обнаруживал. И вот, оказывается, что он на момент дачи показаний студентами, Шаравин лежал в больнице сотрясением мозга. Он вот там же на перевале, он упал, получил сотрясение мозга и показания давать не смог. Но я продолжу знакомить вас с выдержками из протокола допроса Лебедева, потому что этот протокол допроса очень информативен. То ли 2-го числа при Иванове, то ли 28-го числа при Тимпалове. Ну вот, Лебедев пишет, что присутствует товарища Иванова. Хорошо. Все вещи из палатки были извлечены. Так пишет Лебедев. Вещей в палатке было много. Около входа в палатку, который, кажется, был открыт, в чехле лежала печка. То есть, получается, что из палатки можно было выскочить и через вход. Но при этом дятловцы предпочли ее покинуть, разрезав палатку. Следовательно, источник опасности находился, по мнению дятловцев, возле входа в палатку, либо уже внутри палатки, тоже непосредственно возле входа. Продолжу чтение. Трубы последней печки находились внутри печки, что говорит о том, что печку не пытались развести, зачеркнуто, затопить, хотя за палаткой на улице у заднего конца палатки в снегу я нашел чурбачок, несомненно, предназначенный для печки. Внутри палатки были обнаружены ведра, у входа лежали топор, кажется, два, и пила в чехлах. Два топора отражены и в других протоколах, и надо полагать, что если бы источник опасности был таким, что дятловцы решили бы, что они могут отбиться от этого источника опасности топорами, то дятловцы, несомненно, воспользовались бы этими топорами, но топоры остались лежать на месте. Дятловцы даже не взяли их с собой, покидая палатку. Продолжу чтение. В изголовье, поясняет дальше Лебедев, где это изголовье, если встать лицом к входу палатки, то в ее правой части, что ниже по склону, правая часть палатки, она была ниже по склону, находились личные вещи погибших и продукты. Там слово не очень разборчиво, достанные, что ли, из рюкзаков. В самом конце палатки были обнаружены вещи дятлова, полевая сумка с деньгами, документами, дневниками, фотоаппарат и прочее. Затем, по-моему, лежали Слободин, Колеватов, так как там были их вещи. Интересно, на основании чего это было определено там на месте. У входа в палатку лежал или дежурный, или завхоз, потому что здесь были обнаружены порезанные куски окорока, причем, кажется, только один кусок был съеден, осталась корочка. В одной из кружек были, по-моему, остатки овсяной каши, возможно, еще утренние остатки. Мы обнаружили рассыпанные сухари. Мешок этот, с сухарями, порвали наши ребята, когда в первый раз ледорубом расчищали палатку. Напомню, что ледоруб был найден Шаравином и Слобцовым у входа в палатку. И вот они взяли этот ледоруб и стали прорубаться в палатку. Это уже чуть позже Артюков из далекого Ивдоля шлет радиограмму не трогать палатку, но Шаравин и Слобцов уже успели ее прорубить ледорубом. Но продолжу чтение. Вообще продуктов в палатке было немного. Дней на пять самое большее, что нас убедило в том, что дятловцы сделали лабаз, о котором мы узнали затем из дневника кажется Дятлова и затем обнаружили по составленным ими крокам. Отмечу, что вот эти кроки они не приобщены к известному нам уголовному делу, которое в принципе это набор документов из какого-то большего набора документов. я доверяю этим документам, но документов судя по всему было больше, чем то, что мы видим сейчас в существующем обнародованном уголовном деле. Продолжу чтение. В палатке было несколько пар валенок, пишет Лебедев, кроме одного пары ботинок. Почти вся верхняя одежда. В палатке мы обнаружили лыжную палку. Вот эта лыжная палка поврежденная, она не дает покоя многим исследователям. Лебедев дает очень подробное ее описание. В палатке мы обнаружили лыжную палку, от которой был отрезан верхний конец по аккуратному концевому надрезу, может быть, кольцевому надрезу. И еще один надрез был сделан. Это говорит о том, что, видимо, кто-то остался в палатке значительно позже других, может быть, на сутки, потому что человек от нечего делать не будет резать палку, которая еще может пригодиться. В одном месте палатки она была порвана и затем скреплена булавкой. Следы, ведущие вниз по склону от палатки, были действительно довольно четкие. Я не следопыт и не могу сказать, сколько человек там спускались, но, по-моему, они спускались группой, иначе бы следы разошлись, так как в ночь, в которую, предполагает, произошло несчастье, была страшная метель, а эти следы идут все время рядом и расходятся на два следа только далеко внизу. Порядка метра 800 на каменной гряде. Похоже, что в некоторых местах видны отпечатки голых ступней. Большинство же следов сделаны ногами в носках. Отмечу, что вот эти вот босые следы, они проскальзывают во многих показаниях, но мы знаем, что никто из группы Дятлова босиком не был найден. В носках да, но не босиком. Кто-то не из группы Дятлова спускался босиком вместе с ними. И тело этого человека неизвестно. Большинство же следов сделаны ногами в носках. Записано собственноручно Лебедев, прокурор следственного дела Романов. Подпись. Давайте посмотрим, как еще палатка отражена в уголовном деле. Разумеется, мы должны обратиться к протоколу допроса Тимпалова. Он проходил тоже как свидетель, допрашивал его тот же Романов, это тоже прокурор-криминалист следственного отдела обл.прокуратуры, младший советник юстиции Романов. 18 апреля он допрашивает Тимпалова. И вот, что рассказывает об этом Тимпалов. Я буду касаться именно палатки. Тимпалов сообщает, 28.02.59 мною в присутствии понятых была осмотрена палатка туристов, которая находилась от гребня от рога высоты 1079 в 150 метрах. Итак, Тимпалов не говорит, что там был Иванов, еще кто-то. Тимпалов говорит, что мною была осмотрена палатка. А кто были понятые? Давайте уточним. Протокол осмотра места происшествия есть за 27 февраля 1959 года. Вспомним, Лебедев, говоря о 26 числе, говорит, на следующий день мы осмотрели палатку. Следующий день после 26-го это как раз 27 число. А вот как озаглавлен этот протокол осмотра места происшествия 27 февраля. прокурор города Ивдельсвердловской области, младший советник юстинции Тимпалов, присутствие вот это кто там присутствовал? Иванова там нет. Присутствие руководителя поискового отряда Масленникова Евгения Поликарповича, я пропускаю где кто живет, и понятых Ярового Юрия Евгеньевича, Слобцова Бориса Ефимовича, Курикова Степана Николаевича. Они описывают обнаружение тел под кедром, тел на склоне Дятлова и Зины, и к протоколу приобщаются документы и ценности, которые были предъявлены участниками нашего отряда и взяты из палатки пропавшей группы Дятлова. Хорошо, а где же протокол собственно обнаружения палатки? А он относится уже к 28 числу. Вот, 02 это лист 2 уголовного дела, 28 02 59 года прокурор города Евдоль Темпалов в присутствии понятых Масленников, Брусницын, Шаравин, Куриков, опять нет Иванова. Значит, Иванов прибыл позже, или он находился там негласно как-то, я не знаю. Но Иванова по документам еще нет здесь. На месте событий по документам Иванова нет. Иванов появляется позже. Не совсем понятно когда, потому что, как я говорил уже ранее, Иванов впервые появляется только 2 марта по документам при составлении протокола осмотра Лабаза. Но вернемся к показаниям Темпалова. Темпалов дает следующие показания. Я продолжу. Осмотр палатки показал мне, что в ней имеются все личные вещи студентов. Ну, как же все личные, если уже часть вещей перенесена в лагерь? Вот, ты же, Темпалов, сам 27 числа составлял протокол и описывал там вещи, которые поисковики уже перетащили из палатки в лагерь. Несоответствие. Так, палатка была растянута на лыжах, забитых в снег. Вход ее был обращен в южную сторону и с этой стороны растяжки были целы, а растяжки палатки с северной стороны были сорваны и вся вторая половина палатки занесена снегом. У палатки был обнаружен ледоруб запасная пара лыж. Эта запасная пара лыж она не давала покоя Юдину. Он думал, что это постороннего человека лыжи. Про эту запасную пару лыж у меня есть следующее размышление. На фотографиях из похода дятловцев нигде не видно, что кто-то тащит с собой запасные лыжи. Но я продолжу читать далее этим палома. В палатке было найдено 9 рюкзаков, 9 пар лыж, из них все они находились под дном палатки, 8 пар ботинок, 3 и 5 пары валенок, Слободина потом нашли в одном валенке, телогрейки и много сухарей, пол мешка сахара, большое количество концентратов, каши, супов и так далее, какао, топоры, пила, фотоаппараты, дневники студентов, документы и деньги. На первый взгляд палатка была занесена снегом. Она была установлена на площадке, ровной, выкопанной студентами. Палатка с ветреной стороны была порвана в средней части. Ну, кто ее порвал? Вот этот разрыв, вот этот разрыв, кто? Шаравин из лапцов сделали или она была порвана раньше, непонятно. Дно палатки было устлано телогрейками, рюкзаками и личными вещами студентов. В правом углу около входа лежала часть продуктов. Банки сгущенного молока, 100 грамм нарезанного сала, сухари, сахар, внимание, фляжка пустая из-под спирта или водки, запах ощущался. Также фляга с напитком налитым, приготовленным к употреблению какао, разведено водой и, естественно, замерзла. Вот фляжка пустая из-под спирта, но эта фляжка по показаниям Шаравина уже в наше время, она перемещена была в лагерь поисковиков, где и была распита поисковиками, а тут фляжка со спиртом оказывается в палатке. Есть два варианта разрешения этого противоречия. Вариант первый. Распитую в лагере поисковиков фляжку вернули в палатку и она попала в описание в протокол допроса темпалов уже как пустая фляжка. Либо было две фляжки, одну из них уволокли к себе поисковики, а вторая выпитая кем-то тоже осталась в палатке. Продолжу дальше. Около сала нарезанного мною был найден большой нож. Мною установлено, что нож принадлежал студентам. То есть холодное оружие у дятловцев в палатке было. Продолжаю читать темпалово. У меня сложилось впечатление, что студенты выпили водку и закусывали. Отвлекусь немного в сторону. Я уже писал, что второго числа февраля отмечали день рождения Саши Золотарева. Это отражено в дневнике неизвестного и там просто перепутана фамилия. Вероятно, в рукописном подлиннике было написано Саши Зол, а тот, кто набирал машинописную копию, он это прочитал или она это прочитала как Саши Кол, и далее уже продолжилась эта колка Колеватов. И Саша Золотарев стал Сашей Колеватовым. Но именно у Саши Золотарева день рождения был 2 февраля. Чтобы не быть голословным, я уточню, что говорит Шаравин про флягу со спиртом в интервью Кунцевичу 15 февраля 2007 года. Цитата Михаила Шаравина. Мы когда вечером пришли с перевала, вот когда палатку нашли, значит все в шоке, ребята. Мы эту флягу распили. И во многих других интервью Шаравин повторяет, что когда пришли в лагерь поисковиков, то распили там флягу из палатки дятловцев. Но вернемся к протоколу допроса Тимпалова. Ботинки там же были в палатке и положены около ног у студентов. Так мне показалось. Тут же были 7 штук валенок. 7 штук это не 7 пар валенок, а просто 7 штук валенок. 3,5 пар валенок. В чехле посредине палатки обнаружена печка. И много других личных вещей студентов и общественного снаряжения находились в палатке ведра, топоры, кружки, чашки. Наверху палатки обнаружен китайский фонарик, который находился ближе к входу. Около выхода из палатки много обнаружен след от того, что кто-то из студентов по-легкому оправился. Этот след старый. Без меня к палатке никто не подходил и следов около палатки ни наших не было. Но как же без него к палатке никто не подходил, если до этого шаравин и слабцов прорубали палатку ледорубом? Продолжу чтение. Никаких следов борьбы в палатке мною не установлено. Если бы была какая-либо борьба, естественно, что-то бы мной было установлено. С этой точки зрения я тщательно искал и осматривал палатку, но признаков борьбы не было. По крайней мере, ничего об этом не говорило. Это ценные наблюдения, но они могут пригодиться в размышлениях о том, почему же все-таки дятловцы покинули палатку. Я же еще немного зачитаю Тимпалово. Палатка расположена была на склоне горы. Спуск от палатки крутой и по насту плотному снегу. Тянется спуск 2,5 километра. Лесу нет на склоне горы, кроме редких березок ближе к реке. этот спуск, где по существу бывают частые ветры. Внизу от палатки 50-60 от нас на склоне метров, наверное, я обнаружил 8 пар следов людей, которые тщательно рассмотрел, но они были деформированы ввиду ветров и колебаний температуры. 9-го следа установить мне не удалось и его не было. Следы мною сфотографированы. Они шли вниз от палатки. Следы это вообще отдельная тема, может быть я ей посвящу отдельную передачу, если на это наберется каких-то мыслей. Следы показали мне, что люди шли нормальным шагом вниз с горы. Следы были видны только на 50-метровом участке. Дальше их не было, так как чем ниже с горы, тем больше снега. Внизу горы течет речка глубиной до 70-ти сантиметров, как бы из оврага, в которой местами глубина снега достигает от 2-х до 6-ти метров толщиной. Вот как видим тогда во время поисков речка не замерзала и глубину ее измерили до 60-ти сантиметров. Теперь посмотрим, что говорит о нахождении палатки и действиях с ней Слабцов, непосредственный участник событий, который вместе с Шаравиным первыми осмотрели палатку. Протокол допроса Слабцова. 26 февраля 1959 года мы над палаткой прорыли снег и убедились, что людей нет, а находившиеся в палатке вещи не трогали. Это вот прорыли снег, это прорубили ледорубом, а потом оттуда взяли фляжку со спиртом, фотоаппарат, дневник или дневники, это значит не трогали вещи. Со мной был студент Шаравин. Из палатки вещи доставали 27 и 28 февраля 1959 года. При этом присутствовали студенты Брусницын, вот мы сейчас Брусницына еще почитаем, и другие. Когда я 26-го, 2-го, 59-го года смотрел, под палаткой, ну внутри то есть, увидел следующее. Сама палатка была разорвана, у входа лежали продукты в ведре, во фляге была какая-то жидкость, спирт или водка, в ногах лежали продукты в мешках, одеяла были развернуты, под одеялами разложены ватные куртки. Замечу, одеяла были развернуты, вот это запомним, запомним, под ними были разосланы рюкзаки, у входа висела куртка Слободина, в грудном кармане, в которой находились деньги, примерно 800 рублей. В палатке была, видимо, развешана простыня, которая была разорвана, и часть ее проступала наружу. Вот, чуть ранее в этом же протоколе, еще местность. Палатка группы Дятлова была обнаружена нашей группой днем 26 февраля 1959 года. Когда подошли к палатке, то обнаружили, вход палатки выступалось под снегом, а остальная часть палатки была под снегом. Вокруг палатки в снегу стояли лыжные палки и запасные лыжи, одна пара. Снег на палатке был толщиной 15-20 сантиметров. Было видно, что снег на палатку надут, был твердый. Около палатки рядом со входом в снег был воткнут ледоруб. На палатке палатки, так сказано, на снегу лежал фонарь карманный китайский, который, как установили последствия, принадлежал Дятлову. Про фонарик я уже рассказывал много. И еще прежде, чем перейти к бруснице, возникает вопрос, вот если 26 числа никаких трогали, кроме фляги со спиртом и фотоаппаратов одного или двух или большего количества, очень разнятся показания. Почему-то Шаравин из слабцов пересчитывает деньги, найденные в кармане куртки, в нагрудном кармане, 800 рублей. Но нашли вы деньги, зачем вы пересчитываете их? Теперь перейдем к показаниям брусницына. Есть рукопись брусницына, но по причине ее крайней неразборчивости, у меня пока не было времени разбираться в этой рукописи брусницына, которая более напоминает почерком арабскую вязь. Сначала я могу прочитать, четко написано утром 22 февраля мы вылетели в Ивдель. На аэропорте были встречены Гордой и Юрием Блиновым. Результатов их поисков что ли и все. Вот больше я сейчас разбираться не хочу и не могу кроме отрывочных слов. Были слова, было, есть, мне пока разобрать сложно. Для расшифровки любого рукописного текста, особенно такого неразборчивого, надо сначала составить внутренний алфавит, как человек пишет каждую букву, и тогда все становится ясно. Но у меня просто не было времени повозиться с этой рукописью. Поэтому я буду использовать протокол допроса из уголовного дела и интервью Брусницына Кунцевичу 2007 года за май. Итак, как мы помним, только что Слабцов говорил, что до 15 сантиметров снега было на палатке. А вот Брусницын говорит Кунцевичу снег сдуло и поэтому палатка как бы осталась на поверхности. С палатки весь снег был сдут. На ней лежали некоторые вещи, вот как пишет Слабцов фонарик китайский, что-то еще, ледоруб воркнутый. Снег сдут. У Слабцова 15 сантиметров снега, у Брусницына снег сдут. И Кунцевич уточняет, то есть когда обнаружили Слабцов в Шаравин палатку, то есть снег с нее уже был сдут. Брусницын сдут. И далее Брусницын дополняет. Вот ветра за это время все сдули вниз за три недели. И теперь Брусницын говорит Кунцевич о прокуроре. Подождите, в то время Иванов был. Каратаев я не знаю, но мы работали все время с Ивановым. Но Иванов там по документам вроде бы появился только 2 марта, а работа студента должны были с Тимпаловым. Но Брусницын говорит об Иванове. Может быть это какие-то поздние воспоминания, когда уже прибыл туда Иванов и оба прокурора в сознании сместились или Брусницын называет Тимпалова Ивановым. Я не знаю как в этом разобраться. Но Кунцевич спрашивает за то время пока присутствовал Иванов. Были с ним еще другие следователи или прокуроры, кто-нибудь из работников прокуратуры, фотограф, например. Брусницын отвечает не знаю не помню. Теперь что Брусницын говорит Кунцевич об обнаружении палатки. Ну ладно обнаружили палатку, взяли оттуда все самое ценное что было на поверхности как там Слобцов пишет Дятловскую штормовку, спирт, фотоаппараты. С этим грузом спустились в наш лагерь, где мы стояли. Мы были уже там, группа вся собралась и как раз к этому времени подъехал с каюрами радист. По-моему было 25 февраля. 25 шаравин и Слобцов говорят про 26 а у Брусницына это 25 февраля. Мы снимаем с миллионки координаты вот этого места и посылаем по рации. После этого на следующий день все закрутилось завертелось, а группы уже были сброшены везде. Поисковая паника была ни к чему, не имея никаких предварительных сведей. Так, и вот по Брусницыну получается очень любопытно, что только на следующий день 26 вот Шаравин пошел в долину Лозьбы спускаться и нашел под кедром два первых трупа. А получается что палатку по Брусницыну нашли на день раньше, но по Шаравину эти два события относятся к одному дню, а по Брусницыну нахождение палатки на один день раньше, чем нахождение первых трупов. Далее я процитирую Брусницына и 26 Шаравин пошел в долину Лозьбы спускаться и нашел под кедром два первых трупа. Потом уже более многочислено мы пошли туда и нашли тех, которые пытались пойти наверх. Ну там уже народ был, собаки и прочее. Я занимался палаткой, мне было поручено заняться палаткой. Значит сначала по неопытности я опись никакую не делал, потом ее пришлось сделать. Но ведь Артюков же вам 26 числа радиограмму слал не трогать палатку. Так, я часть выпускаю. Значит на что я обратил внимание. Внутри палатки была лыжная палка. Не знаю кто-то говорил про нее или не говорил. Разрезанная на несколько частей. Мне тогда показалось это очень странным, потому что зачем резать палку? Трудно придумать к чему бы это. Тем более про запас никто палки не берет. Это лыжи иногда берут с собой. А палки нет. Вот такая характерная черта. И вот Брусницыну вопрос. Говорят даже боевой листок был аж приколот и до сих пор висел на стенке. Нет Брусницын? Я его не помню. Нет, такое вряд ли запомнил. Значит был полный порядок. Так все правильно уложено. Лыжи под палаткой, рюкзаки, кое-какие вещи, ботинки в одном месте. Отмечу, что вот боевой листок это тоже отдельный вопрос. Я его сейчас не хочу разбирать. Я продолжаю сосредотачиваться на палатке. Потому что сам этот боевой листок во-первых его текст по разным показаниям он противоречив. Иногда говорят, что в нем было написано и не то, что отражено в уголовном деле. И как его могли видеть при шпильном к обвалившейся палатке непонятно. Его могли видеть только внутри палатки которая стояла в сохранности. То есть это отдельный вопрос. Я его сейчас не разбираю. Вот что самое интересное у Брусницына судя по этому интервью у него свои заметки и он ввел свою хронику. И у него он упорно говорит, что именно 25 числа нашли палатку. Брусницын за 25 февраля разбились на три группы. Одна где были Слобцов Шаравин, вторая Брусницын он о себе говорит и еще кто не помню и третьи разбрелись в разные стороны. Группе Слобцова поручено определить азимут лыжни и идти по этому азимуту. Две остальные группы искали лобазы и искали следы на юг и на запад. И уже во второй половине дня к часам 16 снова собрались все в лагере. И вот здесь Слобцов доложил что они обнаружили палатку и к этой палатке подошел. По словам Слобцова они были в шоке когда они это обнаружили. Они были оптимистами и считали что все будет хорошо. Вопрос Брусницыну. По словам Шаравина они прорубили палатку ледорубом чтобы посмотреть что-то внутри. Брусницын зачем ее рубить если снег с палатки был сдут. Больше снега было внутри палатки. Вот это они отгребали а на самом полотнище которое лежало на поверхности снег был сдут. Она была открыта они сказали нам и это у меня записано наверху лежал фонарик. Вопрос задают Брусницыну. Как он мог лежать на скате? Брусницын палатка вся лежала на снегу кроме одного конька переднего где вход. Все остальное лежало на снегу и вот на этом плоском брезенте лежал фонарик. То есть Брусницын говорит что эта палатка она уже сдулась как бы. Продолжают цитировать Брусницына когда они заглянули в разрезанную палатку обнаружили там штормовку Дятлова это та самая куртка Слобцова как бы Дятлова Слобцова оно все время путается. Проверили карманы и нашли коробочку из-под леденцов документы и деньги. Сразу здесь все стало ясно что произошло не ограбление а что-то другое. В тот же день нас догнала группа Курнакова с рацией. Мы здесь с карты миллионки сняли координаты и передали. Вымпел Масленников был сброшен 24 февраля. Ля-ля-ля и на следующий день Шаравин пошел наверх и нашел трупы у Кедра. Вот постоянно у Брусницына это вот четкая хроника соблюдается что 25 находят палатку 26 находят трупы под Кедром. Так когда же это произошло? Может быть есть какие-то радиограммы с датами которые бы подтвердили или опровергли хронику Брусницына или иную хронику более общепринятую. Впервые палатка проступает в датированных радиограммах только 27 числа когда просто упомянуто палатка сразу после спуска произвели откопку осмотр четырех найденных трупов это Дятлов Золотарев Кривонищенко Калмогорова составили протоколы пострадавшие были выброшены ураганов из палатки без валинах некоторые без брюк куртов направление урагана и так далее и как упомянута палатка направление урагана северо-восточная и восточная поэтому все они на одной линии от обнаруженной палатки самые дальние примерно в двух километрах от палатки то есть вот палатка по радиограмму на 27 число уже обнаружена и так всплывают как бы две разные хроники событий разные датировки одна по Брусницыну другая по ну скажем так Слобцову что ли потому что у Слобцова палатку обнаруживают 26 числа а у Брусницына 25 и вот эта череда дат с 25 по ну скажем 28 получается какая-то такая мутная временная зона то есть нельзя четко распределить события по датам потому что потому что в разных показаниях это распределение разное теперь перейдем к протоколу допроса Брусницына начинается он на листе 362 уголовного дела большой очень протокол допроса я не буду весь его читать в этом протоколе допроса соблюдается та же хроника событий которой Брусницын придерживается и в интервью Кунцевичу то есть что палатку нашли 25 числа словом в само уголовное дело заложено огромное противоречие датировок проступают две разные временные шкалы датировок одних и тех же событий со сдвигом на один и более дней в протоколе допроса Брусницын сначала говорит о 24 числе а потом говорит на следующий день и вот этот следующий день у него и нахождение палатки вот что рассказывает Брусницын в протоколе допроса первая группа слабцов Михаил Шаравин и проводник Иван по азимуту взятому с лыжни группу Дятлова вышли на перевал Ауспи Лозева ну перевал Дятлова проводник настойчиво уверял нас в том что группа непременно провалилась провал у горы Атартен ребята оставив у камней останцев на перевале проводника решили по возможности подойти и хотя бы рассмотреть подступы к провалу ребята при попытке взобраться на хребет высоты 1079 обнаружили покинутую палатку в лагерь ими были принесены три фотоаппарата три куртка слободина ледоруб который был воткнут рядом с палаткой фонарик найденный у палатки и флягу спирта в 4 часа нас нагнала группа Курикова с рации этого Курикова Бруснисон ранее именовал Курнаков в интервью немедленно была передана радиограмма о случившемся с координатами палатки вот этой вот радиограммы в уголовном деле я не обнаруживаю по рации мы получили задание организовать площадку для посадки вертолета и выбрать место для разбивки лагеря на 50 человек во время поиска места для лагеря Михаил Шаравин обнаружил у кедра два запорошенных снегом трупа я тут пропускаю на следующее утро 27-го продолжали поиски с собаками остальные разобрав палатку начали прощупывание лыжными палками снежного покрова высоты после переписи прокурором города Ивдаля имущество группы а прокурор города Ивдаля это таки Темпалов мне и Михаилу Шаравину было предложено собрать вещи и транспортировать их к месту посадки вертолета и далее Брусницын описывает палатку так как он занимался палаткой ему поручили почему почему-то не прокурор этим занимался а студент хорошо палатка поставлена на склоне высоты 1079 входом на юг крутизна склона на данном участке приблизительно 20-25 градусов причем вот эти градусы они в разных показаниях тоже меняются глубина снега до полутора метров для горизонтальной установки палатки вырыта неглубокая яма под палаткой положили 8 пар лыж вниз креплениями благодаря плотному снежному покрову палатку удалось установить очень прочно все завалено уже слежавшимся снегом кроме южного конька укрепленного на лыжной палке и привязанным за пару лыж опять все завалено снегом а там все сдуто вот чему верить показаниям брусницына в уголовном деле или в интервью где он настойчиво говорит что снег сдут кроме того в других показаниях под палаткой было 9 пар лыж а тут сказано о 8 парах лыж продолжаю дальше под северным коньком никакой палки не было и там начались предположения что разрезанной была именно палка взятая из-под северного конька из-за этого палатка северной стороны и обвалилась продолжаю чтение снег выбирали при помощи лыж и лыжных палок работало человек 10 без всякой системы но это идет речь о поисковиках без всякой системы выбирали снег в большинстве слово вещи зачеркнуто все вытаскивалось прямо из-под снега поэтому установить где и как лежала каждая вещь очень трудно и брусницын далее сообщает очень важную на мой взгляд вещь сначала достали несколько смершихся в комок одеял смершиеся в комок одеяло мы читали немного ранее что были некие разосланные одеяла но вот тут одеяло уже смершиеся в комок возможно это отражены те же самые одеяла что были разосланы а возможно другие скорее всего другие потому что одеяла смершиеся в комок не могут быть разосланы смершиеся в комок одеяло это одеяло которые были мокрые а затем смерзлись по снимкам обнаружения Дятлова Зины Слободина я сделал вывод что ребята поднимались вверх по склону в намокшей одежде которая прямо на их телах замерзала мешала дальнейшему продвижению и в итоге ребята таки умерли на склоне от переохлаждения где они могли намокнуть в ручье а где могли намокнуть одеяло найденные смершимися в комок в палатке они могли намокнуть только вероятно в том же ручье и затем они каким-то образом попали в палатку они могли попасть в палатку двумя способами первый способ в этих одеялах кого-то перетащили из ручья в палатку второй способ кто-то вымокнув в ручье сам завернулся в эти сухие тогда еще одеяло одеяло намокли и этот кто-то в одеялах поднялся наверх к палатке и так подведем итоги по палатке и ее ближайшим окрестностям дополнительная пара лыж свидетельствует о том что был кто-то еще если только не прав брусницын потому что у брусницына 8 пар лыж под палаткой а девятая пара стоит так но мы помним еще что дополнительная пара лыж была найдена в лабазе и к этому надо присоединить соображение что мы на походных фотографиях дятловцев не видим чтобы кто-либо из них нес запасные лыжи далее следы босых ног никто из дятловцев не был обнаружен босиком кто оставил следы босых ног нет я сейчас не говорю о снежном человеке просто следы чьих-то босых ног чьих непонятно можно предположить что с дятловцами выбежал из палатки кто-то босиком но не дятловец может быть этот босой человек как-то связанный с этими мокрыми одеялами наконец смерзшиеся одеяла позволяют нам перебросить мостик к ручью к воде на сегодня все продолжение следует